здравствуйте дорогие друзья меня зовут Никонов Денис сегодняшняя наша тема будет это тема цветов самое обычное что можем мы с вами под рукой всегда найти это полевые цветы рядом с нашим домом или на лужайке недалеко от города это простые одуванчики вот вы их сейчас видите здесь еще немножко может быть где-то попал чистотел где-то еще может быть попали незабудки чуть-чуть но в основном это одуванчики что я решил сделать то есть я решил поставить их в обычную баночку которую нашел из-под варенья вот накинул синюю драпировку то есть серо синие это презент тоже под рукой был и так как он приятно оттеняет слегка голубоватым оттенком насыщенный желтый цвет одуванчиков я их пишу в легком контражуре то есть слегка против света у меня специально будет здесь пятно фоновое притемненное чтоб на нем ярко выделялись цветы будет подчеркнута освещенная плоскость стекло баночка блик вот и в общем то будем искать силуэты цветов то есть смотрится это достаточно насыщенно и красиво у вас сейчас перед глазами фотография но хотел бы сказать что динамический диапазон фотографии конечно от глаза отличается и поэтому я вас призываю после того как вы увидите этот мастер-класс тоже прийти домой поставить в подобном же положении букет из одуванчиков и написать эту работу самостоятельно сейчас я перейду к палитре палитру я решил выбрать из того же картона на котором пишу это обычный картон вот он у меня был прогрунтовый папой алифой вот но я по нему еще дополнительно прошелся кисточкой с домарным лаком чтобы он сильно не тянул вот поэтому у нас сейчас вот такая вот поверхность поэтому это самые обычные материалы которые есть под рукой вот даже вот на холста нет это картон на такой же картон я выдавил краски палитру тоже слегка прошелся по ней лаком чтобы она сильно не тянула у нас белила титановые кадми желтый средний странциановая желтая кадми желтый темный охра светлая индийская желтая кадми оранжевый краплак красный прочный английская красная болотная зеленая темная веридоновая зеленая болотная темная светлая изумрудка мугро натуральная ленинградская лучшая краска всех времен и народов лазурь железная цирулиум ультрамарин и хром кобальт синий зеленый вот в общем то такой перечень красок конечно он велик но желтые очень помогут нам в оттенках в поисках желтого то есть вот красивых этих одуванчиков переходов зеленые сразу в общем то попадают в оттенки зелени и из синих вот они нам помогут подобрать эти цвета интересные цвета на освещенной плоскости и теневых частях фона так ну что же приступаем композицию в общем то беру горизонтальную чтобы она была достаточно спокойной и сейчас намечаем силуэт наших цветов вот умбра натуральная ленинградская немножко в нее английской красной таким красноватым коричневатым оттенком намечаю рисунок для того чтобы тени сразу попадали так как у нас освещение естественное без прямых солнечных лучей свет у нас холодный тени у нас теплый вот так баночка со стороны света мы оставляем расстояние чуть чуть больше это вот такой определенный закон в композиции здесь у нас будет кинь строим баночку элипсы когда вы постоянно рисуете у вас в общем то уже глаз поставлен если постоянной практики в рисовании нет конечно неплохо построить это в карандашике то есть слегка наметить чтобы баночка была ровненькая и выстроена хорошо и блик на месте чтоб сидел вот чтобы все было в этом плане очень приятно достоверно намечаем прозрачно я не случайно работаю на тонированном хотел сказать холсте картоне то есть естественный цвет картона вот какой он есть он сразу задает приятный серо-коричневый оттенок и мы можем работать в обе стороны и в светлую и в темную намечаем уже объем где у нас будут цветы и у нас будут диванчики ищем их объем листва чем хорош контражур тем что на темном фоне драпировки цветы буквально светятся это конечно очень красивый и замечательный эффект который не надо проходить мимо него и использовать его как сильную сторону потому что одуванчики они за счет контражура смотрятся еще ярче еще интереснее вот в общем то сейчас у нас уже быстро получается найти силуэт букета в общем то он уже намечен все ясно так и край стола столик это у меня полукруглый остался круг после того как устанавливали кухонную плиту я решил его использовать в своих постановках он очень хорошо имитирует круглый столик под драпировкой замечательно это в общем то такая вещь поэтому если у кого то подобный тоже круг есть вы его можете смело использовать в своих постановках намечаем пластику драпировочек которые у нас здесь видны и сейчас будем моделировать уже фоновую часть чтобы потом смело работать по фону уже готовыми цветами желтого оттенка попадающими в одуванчики так вот я сейчас брал взял специально щетиную кисть чтобы чтобы фоновые колера у меня ложились с приятной фактурой то есть нам сейчас очень там гладко не надо надо чтобы она была такая с хорошей фактурой кисти тени у нас тепловатые не смотря на то что драпировка холодная протираем замечу что сейчас я специально рисую без участия белил фон чтобы потом в этот оттенок начать вписывать белил и чтобы они более эффектно смотрелись и нежно вписывались в нужный нам свет ищем оттенки слегка их меняем дополняем ничего страшного что перекрыли рисунок главное что мы уже нашли его если нужно чтобы рисунок оставался его можно вначале на холст нанести акриловой краской она высохнет и она будет просвечивать сквозь фоновую подкладку и этим самым можно решить как раз вопрос рисунка чтобы не не сбиться немножко растянем белил добавим слегка слегка здесь края стола слегка подчеркнем пока работаю по теням чтобы потом цвета в них очень хорошо вписывались нежно положились здесь английская красная лазурь хром комплекс синий зеленый так что если вы выехали за город и у вас есть с собой краски ну скажем нет холста вы можете найти какой нибудь картон вот это может быть что угодно это может быть старая коробка из-под обуви вам вовсе не важно что сторона обратная будет с какой-то надписью но оформление этого видно не будет а там картон хороший он достаточно плотный и оттенок ровный серый внутренний вот я пользовался таким картоном и вы не будете переживать что вы выбрались на природу а у вас нет под рукой холста обязательно если так подойдете к делу состоится этюд и у вас будет хорошее настроение от того что выходные будут проведены с пользой что будет и творчеству уделено время сейчас я прокладываю тени немножко меняю оттенок постоянно где-то уже чуть-чуть белил ввожу но немного но немного стараюсь лепить пластику складок игру светотеней очень важно то что еще в картоне в гладком то что расход краски меньше если у вас очень большая фактура холста то есть такая достаточно грубая вам чтобы прописывать мелкие детали надо будет очень хорошо забить зерно большими слоями краски на гладком картоне и на гладком холсте он будет работать проще и вы можете быстрее перейти к прописи деталей мне очень хочется чтобы вы после данного этюда чаще ставили такие букеты из полевых цветов из того что доступно всегда начинаю прописывать цвета освещенная поверхность столешницы у нас поярче поэтому мы туда добавляем билинг побольше немножко камень оранжевый нам приятность сделает розоватый оттенок идет еще билинг добавим один из самых светлых моментов в датюрморке это блик блик на баночке и светлый одуванчик также которые одуванчики вконтражер вот если прищуриваю глаз совсем-совсем больше всего блик светится здесь и вот эти вот одуванчики вот тут поэтому не забываем об этом что можно глаз расфокусировать то есть сделать видение натуры более обобщенным без резких контрастов и деталей и вы тогда то есть прищуриться и вы тогда видите работу в целом в общих отношениях в общих пятнах это очень важно делать для того чтобы работа велась цельно и вы хорошо ее собрали целиком в тоне по большим отношениям масс драпировки зелени цветов баночки у вас тогда это получится гораздо лучше четче интересней реалистичней прорабатываем цвета драпировки не забываем вот я сейчас здесь вижу контраст вот этой складки но я понимаю что ее такой сильно контрастной резкой делать не надо потому что основные контрасты это у нас цветы на фоне драпировки поэтому я намеренно вот эту линию слегка размываю списываем и здесь тоже эти контрасты все увожу делаю их легче почему еще я не добавлял белила в теневые части складок чтобы складочки у нас были легкие воздушные прозрачные тени всегда прозрачные цвета всегда нагружены с белилами это академический закон мы его придерживаемся и выводим здесь немножко спешу теневые моменты вот где в самом деле можно чуть подчеркнуть грань в складках это в столешнице чтобы она поближе к нам вышла плановость чтобы работала лучше это правда это надо сделать ну вот в общем то сейчас у нас уже завершается работа с фоновой подкладкой и скоро мы перейдем к тому что начнем выводить массу зелени и массу цветов вот от светлого слегка уходящему темному вывели складочки здесь списываю как свисают они столешницы подчеркиваю подчеркиваю эту грань сейчас добавлю немножко cadmio оранжевого чтобы получился оттенок слегка с розовым переходом чуть чуть больше белим опять же повторюсь что я это делаю сейчас кистью более грубой щетинкой щетинка 14 номера обычная щетина и фактура мазков такая она не такая гладкая это нам именно очень выгодно в том свете что когда мы начнем тонкими кистями скажем синтетикой или колонком прописывать зелень и цветы они у нас будут играть на разнофактурности момент очень важный сейчас вот в общем то сейчас у нас прошел уже момент с драпировкой складочки более-менее пролепили немножко еще усилим вот здесь фон в темноту увидим его чуть поактивнее сделаем складки делаю не резкими несмотря на то что вот вы сейчас можете видеть на фотографии что то есть они достаточно пролеплены это момент художественного отбора мы подчеркиваем то что нам важно и списываем то на чем не заостряем внимание а что служит лишь фоном поэтому поэтому фотографии и много лишнего потому что фотоаппарат все контрасты берет ну как вот есть он за художника его работу не выполняет так усилив фон беру лазурь немножко английской красный чуть-чуть зеленый немножко индийской желтый английская красная лазурь железная сейчас пройдусь по фону усиливаем фон чтобы на нем чтобы на нем как можно лучше и активнее читались цветы чтобы было чтобы было больше глубины опять же подчеркиваю что вот те темные места которые я прохожусь я стараюсь туда белил добавлять как можно меньше чтобы фон был воздушный прозрачный несмотря на то что темные вот так и где-то еще подчеркнем грань стола в общем-то такая достаточно важная часть работы у нас сейчас этап пройден что называется работа с фоном очень многое зависит от работы с фоном потому что в картине он занимает большую часть и умение писать фона и правильно их разрабатывать это настолько большое слагаемое в успешной работе живописной что вы я думаю со мной в этом согласитесь когда даже будете в музеях ходить обратите внимание на те работы которые вам нравятся как там написано фону так так еще чуть-чуть еще немножко все вот эта стадия у нас сейчас пройдена все сейчас сделаем маленький перерыв можно выпить чашечку чая и потом спокойно приступить к прописи цветов продолжаем продолжаем нашу работу и следующий наш этап это уже мы намечаем тон баночки которая у нас будет и уже начнем прописывать зелень баночка у нас такая теплая охристая вот в ней сразу можно эти оттенки подчеркнуть найти то есть что мы сейчас сделаем мы сейчас плавно подходим к тому моменту когда начнем писать цветы но для того чтобы мы их начали писать мне все когда легче работается когда уже сделана работа со всеми фоновыми и остальными вещами чтобы тот момент ради чего началась вся живопись был уже максимально подготовлен и приятен сейчас мы как раз выполняем вот эти моменты прописываем баночку здесь подчеркнем некоторые акценты стебли которые в банке есть уже намечаем так вот еще здесь можно момент фона тронуть чтобы у нас лучше заиграл блик подведем фончик к баночке поближе если кто его здесь спишем гостями так что ж некоторые стебельки здесь наметить можно другие оттенки в баночке поискать темные темные акценты разрабатываю жилто-зеленые переходы которые в отражении стекла сквозь воду видны зеленые их закладываем сейчас в цвете и ищем зелень лепестков в самой баночке как она идет как она идет касание повторюсь надо где-то помягче писать то есть они должны быть четкими но мягенькими ножами тень немножко светлой драпировкой мы специально тень списываем слегка чтобы она мягко ложилась как она там и есть без резких акцентов вот в общем то вот так вот прошлись баночки стебельки поищем птицы поют за окном шмель залетел в окошко гудит в мастерской настоящее лето а вот сейчас подготавливаем место под блик он будет светлый холодненький сейчас мы его нежно впишем туда вначале не в полную силу а потом уже с большим количеством белил еще белил побольше так еще белил розоватый оттенок это у нас за счет камня оранжевого здесь он у нас и пойдет вот так нежненько его сюда списали Сейчас холодком вот здесь поищем оттенки в стекле, темные акценты Поищем их Тут и краблак поможет Какие-то светлые еще холодные оттенки, рефлексы на баночке от драпировки пойдут обязательно моделировать Вот тут сейчас мы этот момент подчеркнем Здесь тоже где-то можем как раз тот момент вписать красиво Тот этап, который мы сейчас ведем, это баночка у нас идет И в ней как раз ищем все вот эти отражения В воде как преломляется, как это вот все изменяется Чтобы найти эту искорку, которая там есть, светится на донышке Вот она у нас здесь работает Чтобы она заиграла И стала более живой Зелень Ищем вот эти силуэты Листвы Стеблей Оттенки эти разные Вот поэтому-то нам и помогает и странциановая желтая И кадмий желтый темный С кадмий желтым средним Что разнообразие будет в цветах и оттенках И не так много красок нужно смешивать для этого Для игры, бликов и отражений Работа начнет преображаться волшебным образом Когда у нас уже появятся листва И когда, конечно, у нас появятся желтые цветы Но мы сейчас выполняем очень важную подготовку Чтобы работать с этими цветами было приятно Можно выполнить хорошую подготовительную работу Что, в общем-то, мы сейчас и делаем Так, сейчас еще пройдемся по блику Вот вижу, там хороший оттеночек голубой нашел Это как раз небо отражается голубое в окошке И сейчас мы его стараемся передать Вот Есть Так, и немножко его пофактурней сделаем Этот блик Некоторые оттенки зелени сейчас еще здесь поищем Желто-зеленые такие яркие Красивые тона Вот они у нас сейчас и засветятся На нашей работе Так вот, в общем-то, уже получается Баночка Так, самые глубокие теневые места Сейчас пишу в банки с зеленью Заметьте, вот здесь оставляю не сразу темным всем Иду, чтобы рефлекс как бы холодный был от драпировки В общем-то, вот здесь уже могу заложить таким зеленым оттенком эту часть Потому что здесь будет листва Вот Так, еще, пожалуй, немножко активнее подчеркнем плоскость стола Кромко-бойцин зеленый Утромарин И чуть-чуть крапочку Немножко добавим Так Пройдемся вот по этим вот Плоскостям Кисть надо взять пошире Так как я перед тем, как писать, прошелся по картону лаком Сцепление краски с поверхностью, на которой мы пишем, хорошая Она на ней не скользит Вот так Тянется хорошо Поэтому уделяйте этому моменту внимание, не забывайте о нем Ну вот Это у нас сейчас решена стадия именно Букета Некоторый рефлекс сейчас здесь подчеркну Снизу светленький Чуть-чуть здесь добавлю цвета в тень И немножко моделировочки в складочке Чтобы пободрее выглядела Вот Такая Важная часть работы у нас С вами проведена И сейчас мы В следующем нашем этапе Уже перейдем непосредственно к цветам К самому приятному И к тому, ради чего Мы Затеяли Этот Матюрморт Следующая наша часть Это Непосредственно У нас идет Уже Светы С чего мы начнем Я думаю Что с массы зелени Наверное Начнем Вот Возьмем кисть Не такую широкую Номер Эдак второй Синтетика Круглая У нас уже В общем-то Есть оттенок Болотная Зеленая Но Возьмем еще и Изумрудочки С белилами Она Как раз даст нам Тот цвет Как зелень Смотрится на темном фоне В контражуре Цветится И Будем ориентироваться На это Кадмижелтый Средний Белила Изумрудка В общем-то У нас уже Этот оттенок Есть Потому что Мы можем Сейчас смело Намечать Силуэты Зелени Которые видны На темном фоне Вот И прописываем Еще Больше Белил Потому что Нижний слой Все равно Будет Немножко Списываться С верхним Поэтому цвет Надо сделать Поярче Позвонче Позвонче Вот Так вот Мы поступим И Будем Прописывать Далее В общем-то Стараемся Сразу Попасть в рисунок Сразу Попасть в рисунок Утемнить Мы там Всегда успеем Поэтому Стараемся Сейчас Найти Яркий Оттенок Яркий Цвет Дабы Заложить Цвета Цветящейся Вот Именно Зелень Цветящейся На Темном фоне Здесь Очень красивый Оттеночек Нужно Схватить Наверное Пойду Через Странциановую Добавлю Туда Чуть-чуть Изумрудной Лучше Такой Яркий Цвет Который Должен Вписаться У нас Фон И засветиться Там Это Листочки Чистотела Сейчас Намечаю Обогнувшуюся Стебли Сейчас уже начну Намечать Светлые Одуванчиков Избеливания Начинаю С дальних цветов Чтобы Перекрыть Потом Их Ближними В общем-то Как и в пейзажной Вначале пишем Горизонт Небо Уже потом постепенно Переходим к первому плану Что нам важно Это Изучение Натуры Стараться Ловить Цвет 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 С натуры Чтобы Появлялись Новые Цветовые Замесы Новые Цветовые Решения И Как Результат Опыт Смешивания Красок То есть Что очень важно Это Учиться Хорошо Смешивать Краски Чтобы Были Определённые Свои Колера Которым Которыми Можно Было бы Воспользоваться Даже Когда Вы пишете Что-то По памяти И это Именно Идёт От Натурной Работы В Масленке У меня Разбавитель С Лаком и маслом Тройничок Так называемый Пользуюсь Я ИН В данном Случае На мой взгляд Наиболее Удобен Для Работы Плавно Подходим К Моменту Написания Желтых Цветов Именуем их Одуванчиками Сейчас Пройдём Эти Этапы С Написанием Зелени Тут Выведем листовую Выведем Здесь Цветочек Тут Цветочек И У нас Постепенно Складываются Листы Так А вот Сейчас Можно уже Будет Начать Закладывать Цвет Непосредственно Одуванчик Для Этого Мы Промоем Кисть Освежим Палитру И Возьмём Яркие Цвета Непосредственно Кадмий Жёлтый Средний Очень хорошо Нам в этом Поможет Заметьте Я его сейчас Беру В общем-то Без бели Чтобы Потом Где нужно Мне будет Подчеркнуть Цвета Я мог Включить Беливы И цвет Стал бы Ещё ярче Также Начинаю С дальних Цветов Начинаю Прописывать Сами Одуванчики Что Я Не Сделал Сразу Можно Наметить Тёмные Зелёные Серединки Светов У Светов И Здесь И Здесь И Здесь И Вот Тут Нераскрывшийся Бутончик Будет Нераскрывшийся Бутончик Стараемся Внимательной Кисточкой Передать силуэты Желтый Средний Камер Желтый Средний И Вот Тут Акценты Сейчас Пойдут Поактивнее Работают Пастоз Достаточно Густой Краской Стараюсь Наносить Её Нежно Чтобы Она Как можно Меньше Смазывалась Списывалась С фоном Где-то Уже Сейчас Буду Брать Транциановую Заметь Я сейчас Пока Сильно Зелень не набрал Я оставляю Этот момент Для того Чтобы мне Потом Зеленью Можно было Выгодно Обходить Силуэты Одуванчика И Тем самым Делать Контраст На них Ярче Мы Обязательно Подойдём К этому Моменту Я вам покажу И вы увидите Что Что так Работать Можно То есть Это определённый Тоже Приём Чуть Кабми Оранжево Сейчас Кабми Жёлтый Тёмный Возьмём С Кабми Жёлтым Средним Он Тоже Нам хорошо Подходит Дальше Пишем Цветы Внимательно Внимательно изучаем Натальше скоро придет тот момент когда будем желтую активно смешивать с белилами дабы нанести цвета в контражуре сейчас пока мы делаем подкладочку то есть это у нас желтый не в полную силу идет и нанесем мы эти акценты фактурно они будут хорошо выделяться на гладкой фактуре фона то есть такая игра разных поверхностей цветы в тени здесь практически к адмием желтым темным работаю без дополнительной колерушки немножко индийской желтой добавлю в этот оттенок хорошо получится теневые части глубокие цветов прописать здесь бутончик заложу вот так постепенно у нас преображается работа не стремитесь сразу нанести все контрасты которые вы прекрасно увидели в работе проведите хорошую подготовительную работу и у вас тогда все заиграет так зелень хрунк – синий-зеленый, странц плановая мы сейчас здесь светящуюся зелень поработаем с ней сейчас завожу постараюсь побыстрее сделать темные места в букете в зелени пройдусь по ним дабы усилить контраст так как цвета у нас уже проложены то они будут друг с другом хорошо списываться и списываться чуть светлее некоторые краски на палитре кончились можно будет сделать небольшую паузу добрать нужные цвета что в общем-то сейчас уже скоро надо будет сделать и желтых надо выдавить и зеленых сейчас еще наверное одну красочку зеленая прочная как-то так она называется производитель на Украине когда буду выдавливать ее заострю на ней внимание покажу этот оттенок он достаточно яркий и насыщенный и он нам очень подойдет так верхушечка у одувальчика вот здесь здесь тоже по свету пройдемся еще с зеленью некоторые вопросы решим всего это поточнее сделаем которое темным пятном выделяется на фоне освещенные драпировки вот сейчас гляжу как слегка прищурил глаз чтобы все было не очень контрастно и вижу насколько надо усилить фон еще подходящий к цветам в темную сторону то есть насколько он темнее даже зелени которая в букете у нас есть плюс еще и светлый одуванчик который нужно не забыть тоже обязательно написать сейчас мы у него подкладочку сделаем вот такую вот вот и потом световую краемочку обязательно выделим с большим количеством белин таки просится вот здесь еще один такой одуванчик беленький написать хоть его там и нет а мы его напишем он здесь для композиции нужен так продолжаем нашу работу и сейчас перейдем к самой активной завершающей фазе описи цветов я добавил на палитру кадмий лимонный кадмий желтый светлый зеленую светлую прочную это вот украинский производитель зеленая неаполитанская вот это вот а это русская светлая зеленая то есть это те цвета которые у нас еще дополнительно появились чтобы как можно активнее взять цвет зелени и цвет желтых цветочков вот этих вот так белила кадмий лимонный у нас получается активный цвет желтый как раз чтобы вот эти вот места в контражере как можно четче и ярче подчеркнуть чтобы они засветились по той подкладке которую мы уже нанесли нанесли сейчас так я беру на кисточку достаточно ее много чтобы она с фактурой была и сильно не смешивалась с теми цветами которые уже нанесены вот в общем то начинаю так достаточно фактурно наносить аккуратно в местах акцентов акцентов фактура она как раз на руку она нужна это цвета самая и чтобы все это засияло как раз карни лимонные с беливами с этой задачей хорошо справляется самое приятное ради чего сейчас у нас шла долгая подготовительная работа этот момент настал и пишем и радуемся потому что цвет звенит сияет настроение хорошее так густо достаточно накладываем фактуру в одуванчиках они как раз очень хорошо эта фактура имитируется то есть имитирует лепестки в цветке очень хорошо так сейчас здесь вот по этим цветочкам стараемся найти в них какую-то плановость определенную что-то ближе что-то дальше естественно те которые цветы к нам ближе мы их стараемся сейчас выделить поактивнее чтобы у нас пространство складывалось в работе на кисточке краски у меня немало работаю единичкой колонок колонок где-то здесь чуть-чуть тронем какой-то цветочек тут зацепим немножечко по краю где-то свет попал чтобы это включить в полную силу и стараемся чтобы они были еще разного формата то есть какие-то цветы побольше какие-то цветы поменьше это очень важно тут с фактурой стесняться не надо здесь есть цветочек поменьше чуть-чуть зажгем еще у нас потом будут здесь голубенькие цветочки они не будут отличаться от фона и нам тоже помогут так сейчас надо подчеркнуть бутончики одуванчиков которые уже готовы распушиться с беливами вот здесь вот они тоже по ним прямо с фактурой белин так густо это выразить можно чуть корнее оранжевого чтобы лазовиночка появилась вот такие вот акценты и сейчас по этому одуванчику еще пройдемся по световой его каемочке где освещается этот пух так также с фактурой это можно сделать вот на этом тоже посмотрим как это могло быть так теперь зеленые активные цвета вот у нас это светлое зеленое прочное мы ее немножко скормим лимонным чтобы у нас появился яркий сочный цвет зелени на просвет которая вот на темном фоне видно где-то вот здесь у нас как раз акценты и есть мы их сейчас сюда впишем в полную силу зеленый светится переливается здесь вот красивый кусочек у листочка есть вот тут вот засветился потом еще холодный отблеск там дадим обязательно здесь лепестки чистотела выведем какой-нибудь лепесточек сюда красивый он здесь нужен даже если его там нет здесь тоже нам надо обязательно еще что-то вывести из зеленого дабы заполнить красиво композицию так стебелек у этого одуванчика светлый наметим здесь 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 уже сейчас вводим белилы стебли немножко попробуем неаполитанское зеленое так также фактурно у нас это идет но уже с холодным оттенком подчеркиваем свет падающий непосредственно на листву такой холодненький в общем-то в фактуре можно сильно не стесняться но стараться чтобы это все моделировало форму так там еще есть желтые цветочки другого калибра их можно прямо к адмиям желтым средним чуть-чуть с белилами активно нанести это цветы чистотела насколько вижу что там лепестка по четыре где-то есть вот мы их и здесь сейчас наметим такие они будут отличаться по своему строению от одуванчиков что в общем-то нам и надо вот такими глазочками они у нас появятся какие-то в тени какие-то на свету вот сюда хоть и не протягивается у нас в букете но видно что для заполнения композиции здесь эти цветы будут смотреться неплохо поэтому я их здесь додумываю и дописываю чуть-чуть выхвачу светом этот подуванчик вот этот вот так что же уже дело близится к концу видно что сейчас не добрал блик на стекле надо его чуть ли не в полное белило включать более активно чуть его можно будет с холодцом подрастянуть с холодным оттеночком вот так вот так сейчас в глубине зелень попишем в букете поищем где-то темные акценты стараемся где-то на контрастах какие-то бутоны вытянут вот может быть еще немного усилить фон с этой стороны лазер железная краплак сверху усилием фон в плотную подходить к цветам не будем пусть будет такой легкий орел свечения вот оттенок у нас уже ляжет туда глубже складочку так вот промоделируем уходящую туда еще еще одну складочку пропишем край стола выделим и сейчас с английской красной немножко введем теплого оттенка вот в этой части растягиваем растягиваем оттенок и в общем-то вот результат нашего труда нашего букета немножко усилили сейчас здесь тень с английской красной и с холодным оттенком вот этим вот вот еще сейчас вот здесь вот чуть-чуть зелень оплотним и нанесем как завершающий этап холодные акценты более темные в листве вот еще здесь поищем подготовим место для голубых цветочков я хорошо Зелень. Тоненькие стебельки. И сейчас голубые цветочки. Они такие фиолетоватые. Поэтому возьмем ультрамарин. Один цвет с ультрамарином. Другой цвет немножко с краблаком. Постараемся найти эти акценты. Тоже их будем наносить фактурно достаточно. Немножко еще краблака. У нас будет выполнять такую определенную тему фиолетового оттенка с красноватым. Сейчас чуть-чуть пройдемся по углубинам. Синий здесь. Синий здесь. И активные акценты сейчас пойдут. Хоть сейчас я этих синих цветов не вижу, но в букете я вижу, что они там нужны для композиции. Именно эти оттенки нужны. Поэтому я их сейчас там и ставлю. Чтоб работа уже сложилась. А не была просто ученическим этюдом. Где-то этих синеньких цветочков добавлю и тут. Для равновесия. И цвета тоже там с ними пропишу. Так же фактурно. В общем-то все. Сейчас эти вот холодные оттенки еще здесь поставлю, чтобы они засветились. И вот здесь немножко выхвачу, чтобы вытянуть некоторые цветочки вперед. Просятся еще, конечно, здесь какой-нибудь стебелечек. Кровиночка. Тоненькая. Все. Записываем. И уже можно, в общем-то, поставить подпись. Так, здесь тоже фактурный элемент. Надо в водичке найти светлый, чтобы здесь блеснуло. Немножко индийской желтой туда добавим. Так, 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 так. Тут, 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 тут. Чуть-чуть еще фактуры. Пускай две минимумы. Пускай две минимумы. Вот здесь. Всегда хочется еще что-то дописать, улучшить. После того, как работа дописана, лучше, конечно, если хочется работать дальше, начинать работу новую. Так, ну, можно какой-то вот лепесточек, упавший здесь, сделать от зелени. То есть от желтых. Довольночек. Чтоб как-то связать поверхность стола. И композиционно заполнить угол. Вот так вот. С вами был Никонов Денис. Пишите с нами. Пишите полевые цветы, чтобы у вас получались красивые букеты. Надеюсь, что данный опыт вам очень пригодится. И вы возьмете себе на вооружение какие-то определенные приемы из данного урока. Вот так вот. Еще чуть-чуть поверхность стола. И работа завершена. web stus. UCI. Продолжение следует...